всем привет сегодня этому маникюру месяц и относился он отлично был у нас дизайн под названием битое стекло кстати на моем канале есть видео выполнения этого маникюра кому интересно можете зайти посмотреть на некоторых пальчиках боковые валики стали очень сухие грубые и я обязательно покажу как с помощью фрезы можно это все легко удалить а я приступаю к снятию старого материала я всегда снимаю вот таким керамическим бочонком и сегодня хочу немного подробнее о нем рассказать этой фрезе уже больше года и она имеет очень мелкий абразив и недавно я прикупила еще пару новеньких но есть между ними небольшая разница у старенькой есть резьба на шляпке а вот у новой фрезы ее нет она гладенькая а вот такой бочонок я купила на алиэкспресс решила так сказать сэкономить и видно невооруженным глазом что абразив намного крупнее и ощущение на ногти от нее не из приятных а вот это моя самая первая фреза кукуруза покупала я ее тоже на алиэкспресс абразив у нее еще крупнее у этих фрез есть один весомый плюс это их цена они в три раза дешевле но лично я этими фрезами не работаю а снимаю покрытие вот такими бочонками они снимают очень мягко можно сказать как по маслу каждый мастер находит для себя свою идеальную фрезу девчонки кому интересно ссылочку на фрезу я обязательно оставлю в описании под видео итак подпиливаем ногти у у нас будут опять овальчики а и Затем пушером отодвигаю кутикулу и приступаю к аппаратному маникюру. Фрезой пуля диаметром 1,6 мм я счищаю птеригий и удаляю всю сухую кожу с боковых валиков. В пазухах ногти работаю очень аккуратно, особенно в зоне вруста ноготка. Работаю я на реверсе, двигаюсь слева направо, скорость примерно 15-17 тысяч оборотов. А также необходимо хорошенько раскрыть кутикулу. И обработаю еще один ноготь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Затем переключаю на форвард и обрабатываю пазухи слева. Затем фрезу из шар срезаю кутикулу. Фреза у меня с красной насечкой диаметром 3,1 мм. Счищаю кутикулу я также на реверсе. Скорость та же 15-17 тысяч оборотов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Затем обезжириваю ногти и наношу праймер. А укрепляю ногатки я камуфлирующей базой коди оттенок Pink Ice. И, конечно, выравниваем. Субтитры сделал DimaTorzok На ногатки, где будет дизайн, наношу тонкий слой прозрачной базы. И на базу буду выкладывать вот такие камуфубуки. Покупала я их очень давно на Алиэкспрессе. И, честно говоря, этот дизайн я делаю сегодня в первый раз. Затем просушиваю и наношу еще раз прозрачную базу, чтобы дизайн долго держался. На ногатки с дизайном я наношу матовый топ. А на остальные наношу глянцевый топ без липкого слоя. Девчонки, как вам? Пишите в комментариях под видео. А у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем выпуске. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok